Поставьте, пожалуйста, в чат плюсик, хорошо ли меня слышно, хорошо ли меня видно, и мы будем приступать к нашему сегодняшнему вебинару, к нашему сегодняшнему занятию. Поставьте, пожалуйста, плюсик, напишите по качеству звука, если это необходимо, сделать громче, сделать тише, чтобы мы сейчас настроились, и у нас во время вебинара все шло отлично. Отлично, звук, видео есть. Рад всех приветствовать на нашем курсе, курс персональной инвестиции. Многие участники выявили желание просмотреть его в записи. Чуть позже я скажу, как это можно будет сделать. Запись обязательно последует для тех, кто какое-то занятие пропустит. Напомню, что у нас курс будет состоять из трех занятий. Понедельник, среда, пятница, 18.00. Ссылки всем участникам будут направлены. И давайте сейчас быстро пройдемся по организационным моментам, чтобы мы с вами выстроили нашу работу и эти три дня провели максимально эффективно, с пользой, в первую очередь, для вас. Вы смогли подчеркнуть то новое, о чем пока, может быть, еще не знаете, либо не систематизировали эти знания, и я, соответственно, вам буду помогать. Прежде всего, давайте познакомимся со многими, по крайней мере, когда вы регистрировались, многих участников я уже знаю, но большинство из них и большинство из вас присутствуют впервые на наших вебинарах. Поэтому я представлюсь. Меня зовут Исааков Роман, я являюсь региональным менеджером компании «Дуромаркетс» по регионам России, Украины и страны СНГ. Поэтому, если у вас также в дальнейшем будут возникать вопросы не только по данному курсу, но и в целом по работе компании, вы всегда ко мне можете обратиться. И я либо состыкую вас с вашим менеджером, либо отвечу на тот вопрос, который у вас возник. Поэтому всегда открыт к вопросам, пожеланиям, предложениям и об этом тоже всегда помните. Что, наверное, наиболее важно в рамках данного курса, это опыт трейдинга. Мой опыт трейдинга составляет порядка 6 лет. Прошло много, много торговых систем я для себя прошел. Много, наверное, большинство из тех ступеней, которые проходят трейдеры начинающие, то есть трейдеры, которые уже торгуют на реальных счетах, но не все получается. То есть, исходя из этого, исходя из общения с клиентами, проводя различное обучение, уже выстроил в том числе данный курс, курс персональной инвестиции. Он фактически собран по наработкам за последние 4-5 лет. Точный срок, к сожалению, назвать не смогу. Но на каждом этапе возникают какие-то определенные моменты, которые мне хотелось делиться с вами, чтобы у вас, по крайней мере, не было тех ошибок, которые были у меня, либо у других трейдеров. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если это необходимо, то сделать громче, сделать тише, чтобы мы сейчас настроились, и у нас во время вебинаров все шло отлично. Продолжение следует... Отлично. Звук, видео есть. Рад всех приветствовать на нашем курсе, курс персональной инвестиции. Многие участники... Сделать... Запись обязательно последует... Для тех, кто... Понедельник, среда, пятница, восемнадцать... Ссылки всем участникам, соответственно, будут направлены. И давайте сейчас быстро пройдемся по организационным моментам, да, чтобы мы с вами выстроили нашу работу, и эти три дня провели максимально эффективно, с пользой, в первую очередь, для вас. Вы смогли почерпнуть то новое, о чем пока, может быть, еще не знаете, либо не систематизировали эти знания. Вы регистрировались, многих участников я уже знаю. Систематизировали эти знания, и я, соответственно, вам буду помогать. Систематизировали эти знания. Систематизировали эти знания, предложения, и об этом тоже всегда помните. Что, наверное, наиболее важно в рамках данного курса, это опыт трейдинга. Мой опыт трейдинга составляет порядка шести лет. Прошло много, много торговых систем я для себя прошел. Много, наверное, большинство из тех ступеней, которые проходят, трейдеры начинающие, да, то есть трейдеры, которые уже торгуют на реальных счетах, но не все получается. То есть, исходя из этого, исходя из общения с клиентами, проводя различные обучения, уже выстроил в том числе данный курс, курс персональной инвестиции. Он фактически собран по наработкам за последние 4-5 лет. Я точный срок, к сожалению, назвать не смогу, но на каждом этапе возникаются какие-то определенные моменты, которые мне хотелось делиться с вами, чтобы у вас, по крайней мере, не было тех ошибок, которые были у меня, либо у других трейдеров. И перед началом, прежде чем мы дальше разберем наш план на сегодня, предупреждение о рисках, всегда важно понимать, что на всех вебинарах, на всех обучающих курсах, которые мы проводим, это не прямая рекомендация к действию. И всегда важно. Ознакомительное занятие. То есть мы с вами поговорим о том, что мы будем изучать, к чему мы в итоге приедем, поговорим о том, что такое инвестиции, что такое инвестиции в трейдинге и как это можно использовать непосредственно здесь и сейчас, с чего нужно начать и как эти знания систематизировать. Второй день, в среду, в 18.00, мы систематизируем знания по техническому и фундаментальному анализу. И пятница у нас будет посвящена такому вопросу, как формирование торговой системы и риск менеджмент. Помимо всего прочего, здесь важно понимать о том, что это три занятия, фактически, можно сказать, что это теоретически практические занятия, на этом обучение не заканчивается. Вообще, в принципе, на мой взгляд, у трейдера обучение не заканчивается никогда. То есть рынки постоянно меняются, постоянно меняются ситуации на рынке, постоянно появляются какие-то новые инструменты, которые можно использовать для торговли. Поэтому трейдер должен учиться всегда, неважно, с какого у него опыта, год, пять, десять, двадцать лет на рынке. Это, на данном занятии, у нас существует формат вебинаров, который проходит каждый понедельник в 19.30 по московскому времени, который также провожу я. Он посвящен разбору текущей рыночной ситуации с позиции технического анализа и метода Price Action. Я думаю, что многие из участников уже на данный вебинар присутствуют. Чуть позже я расскажу, как туда можно зарегистрироваться, приложу вам ссылку. Единственное, что скажу для тех, кто, в принципе, присутствует впервые, рекомендую присоединяться со следующей недели. На этой неделе у нас также пройдет вебинар, но для того, чтобы вам войти, скажем, с теми знаниями, которые уже будут действительно применимы, действительно эффективны для этого вебинара, то я рекомендую вам присоединяться со следующей недели. Расписание вебинара, данного вебинара вы можете найти на сайте Admiral Markets в разделе обучения и вебинара. Какой итог, в принципе, я поставлю для себя. Чуть позже я вам задам несколько вопросов, чтобы мы чуть ближе познакомились и определились с нашими целями, в первую очередь вашими целями. Моя цель для вас, чтобы тот положительный эффект, который вы вынесли с данного курса, это понимание рынка. То есть цель амбициозная, но, тем не менее, многие из участников, которые уже проходили данный курс, рассказывали мне, либо в частной переписке, либо в личном разговоре о том, что появились именно системные знания о трейдинге, к чему мы, собственно, и будем идти. Поэтому, как итог для себя и для вас, я выделил это на понимание рынков. Всего в двух словах я обозначил данное действие. Итак, коллеги, давайте несколько минут перед началом познакомимся. Начнем с вашего опыта. Напишите, пожалуйста, коллеги, в чат, какой у вас опыт. Давайте сделаем таким образом. Если у вас есть уже опыт на реальных счетах, поставьте цифру 2 в чат. А если вы торговали только на демо-счетах, то поставьте цифру 1. Если у вас ни на демо, ни на реальных счетах, еще опыта нет, то поставьте цифру 0. Для того, чтобы я мог понимать, какое соотношение сил у нас сегодня на вебинаре, и сделать нашу работу более эффективно. 2, 2, 1, максим 0, евгений 2, новичок. У нас примерно, причем, коллеги, очень часто даже те трейдеры, кто уже имеет какой-то опыт на реальных счетах, но тем не менее, возможно, результаты не устраивают, то это все равно цифра 2. То есть, у вас тот момент, когда вы совершаете первую сделку на реальном счету, вас уже практически переводят на другой уровень. Потому что демо-счет – это демо-счет, но можно сопоставить с тренажером для автомобильной езды. Я думаю, что у многих из участников вебинара есть права, то есть, многие управляют автомобилем, и если вы вспомните, как вы проходили обучение, по крайней мере, у меня, когда я учился, получается, уже 10 лет назад, был специально оборудованный класс, где можно было на тренажере поездить на машине. Ну, безусловно, я думаю, все вы понимаете, что можно 20, 30, 40 часов проездить на этом тренажере, но когда вы выезжаете на реальную дорогу, на реальную улицу, с реальными пешеходами, на реальной машине, то уже здесь все фактически становится по-другому. И вот именно с этого уже начинается ваше обучение. Отлично, да, по этому мы познакомились и обозначили. А теперь задам такой вопрос, который очень часто, в те моменты, когда я проводил данный курс, данный курс уже проходит, наверное, больше года, и он никогда не похож на один и другой, потому что участники разные, запросы формируются разные, и под тех участников, которые пришли непосредственно онлайн, я стараюсь сделать эту работу максимально эффективным. Вы все получали приглашение, вы все читали описание данного курса, и я уверен, что для каждого из вас та цель, по которой вы пришли, она была у каждого своя. Напишите, пожалуйста, сейчас в чат, еще буквально несколько минут мы на это потратим, вашу цель, лично вашу, то есть не то, что было написано в письме, возможно, вы это сформулируете как-то по-другому, возможно, этого и не было в письме, но вы сюда пришли, и вы хотите для себя это получить. Что для вас сейчас важно получить, исходя из этого обучения? Потому что я вижу, что у нас участники пришли, и те, кто на реальных счетах торгует, и те, кто только на демо-счетах начинает. Здесь вы можете перечислить те составляющие, которых вам не достает, как вам кажется, для того результата, который хотелось бы. То есть, возможно, это торговая система, возможно, это научиться входить в рынок, возможно, это психология. Вот сейчас, для того, чтобы наша неделя прошла максимально эффективно, поделитесь, пожалуйста, со мной вашим настроем, да, вашим... Да, вот Олег пишет, что помощь в построении торговой системы. Это несколько сложнее, да, может быть, чем поставить просто цифру 1 и 2. Открытый вопрос, но, тем не менее, попрошу вас подойти на эти несколько минут к вашему монитору и написать, что вы хотите получить от данного курса, какая ваша цель. Да, вот Олег написал, то, что требуется помощь в построении торговой системы. Действительно, это важный момент. И, как правило, у тех, которые буквально неделю-две на рынке, да, то есть совершают там первые сделки на демо-счету, получается все гораздо проще, гораздо эффективнее, потому что нет такого большого количества информации, а нет каких-то... То есть человек просто приходит и он понимает, что, в принципе, если рынок двигается, то надо двигаться и с ним. И если он видит, что рынок растет, открывается сделка в его направлении. Вот когда уже мы почитаем про технический анализ, про фундаментальный анализ, вот уже факторов становится гораздо больше и сомнений больше, и вот в этом момент уже нужно эти знания систематизировать. Вот Лесе Пит Риск Менеджмент. Дмитрий, узнать новую торговую систему, научиться выходить из рынка с прибылью. Александр, наконец-то стабильно зарабатывать. Ну, вот здесь сейчас я оговорюсь, что в любом случае, приходя на финансовые рынки, важно понимать, что стабильно это нужно просматривать в долгосрочной перспективе. То есть год, два, то есть оценить результаты за предыдущую работу, и тогда об этом можно говорить. То есть оценить, что вы зарабатываете стабильно, практически это ничего не дает, потому что год, это, наверное, тот период, когда рынок действительно может несколько раз поменяться, и как важно оценить, как вы в этот момент реагировали на эти изменения. Юрий, точки входа, стоп-лосс, точки входа, торговая система. Вирус, научиться правильно входить в рынок, научиться эффективно на торговой системе. Сергей, понимание рынка, научиться грамотно входить на экстремах. Ну, здесь я соглашусь, что всегда, наверное, интересно купить по самой минимальной цене, продать по самой максимальной цене, и об этом мы тоже будем говорить. Вот Максим написал про то, что чем больше, тем лучше. На самом деле, это не всегда так. Вот я встречал достаточно большое количество трейдеров, которым задавая вопрос, какой доход вы, в принципе, хотите получить? Ну, столько, сколько получится. Вот в этом беда, наверное, очень многих трейдеров. Да и, в принципе, не обязательно говорить о трейдинге, если мы возьмем очень большое количество бизнесов, небольших, которые есть в России, когда ты разговариваешь с предпринимателем, который создал бизнес, который может работать уже достаточно большое количество времени, и нет того плана, по которому человек понимает, насколько, в принципе, это эффективно. Поэтому, на мой взгляд, цель, она всегда должна быть. И поэтому запомните те, да, цели, возможно, они в ходе в работу у вас будут скорректированы, но всегда важно понимать, что для вас будет положительным результатом. Потому что, если говорить о том, что чем больше, тем лучше, да, или все, что будет, то, что получится заработать, это не позволит оценить эффективность. Потому что, в этом случае, 1% это будет эффективно, и 20% это будет эффективно. Вот если вы для себя выбрали, например, 100% годовых, да, 10% в месяц, и в какой-то определенный момент вы заработали, например, 5%, то есть вы понимаете, что у вас до вашего результата, до тех планов, которые вы для себя отмечали, да, не хватает половины. Да, в какой-то месяц это 15-20%. То есть вы понимаете, что это уже выше, то есть уже, так называемая, да, сверхприбыль получается. И всегда важно об этом помнить. Следующий момент. Инвестиции всегда должны быть на свободные средства. Я думаю, что если кто-то читал книги Александра Элдера, ознакомиться с ними и на начальном этапе, эта книга, на мой взгляд, очень полезна для ознакомления. Вот когда вы для себя принимаете решение строить, формировать инвестиционный портфель, вкладывая средства, к примеру, валютный рынок, фондовый рынок, в различные его составляющие, всегда важно понимать, что инвестиции это не гарантированный доход. То есть сказать, гарантированно, что у вас будет 20% в месяц, на мой взгляд, всегда этого нужно опасаться, даже всегда, в любой момент, если вы слышите слово гарантированно 20% в месяц, это, возможно, банк может гарантировать, но это 8% годовых за год. То есть об этом еще можно говорить, но когда сумма доходности превышает в среднем, чем банковский процент, всегда нужно задуматься о рисках, то есть чем вы в этот момент рискуете. И, наверное, самая основная ошибка трейдеров, которые терпят определенные убытки, приходя в данную сферу, когда работа начинает вестись с заемными средствами. На мой взгляд, если у вас были такие мысли, то их в любом случае нужно оставить. В какой-то определенный момент собрать для себя какой-то определенный депозит, лучше какое-то определенное время подождать, на мой взгляд. Иначе от вас уже будут определенные обязательства, что вам нужно обязательно 8% в месяц или 15% в месяц. И это на вас будет делать определенное обременение. Поэтому давайте сейчас сразу же договоримся, то есть я это проговорю, и вы для себя это отметите. Поверьте, те, кто трейдеров начинал с каких-то заемных средств, то есть в принципе-то, я думаю, вы слышали статистику про то, что те трейдеры, кто приходит на финансовые рынки, не такое большое количество людей получают доход в благословищной перспективе, а вот из тех, кто начинал скажем, заемных средств, то их еще на порядок будет меньше. Поэтому инвестиции всегда должны вестись на свободные средства. Потому что, как вот заметил Владимир, в принципе, в последнем вопросе он написал, что первые 6 месяцев главное не в минус, чтобы вы в первую очередь сначала научились сохранять. В этом будет основная задача. Уже после этого вы сможете говорить о достижении какой-то прибыли, в зависимости от опять же тех рисков, которые вы будете закладывать на вашу торговлю. Следующий момент. Давайте поговорим в принципе по тем инструментам, которые используются для инвестиций. Коллеги, напишите сейчас пожалуйста в чат. Я перейду потом к следующему слайду. Какими в принципе инвестиций помимо валютного рынка, фондового рынка вы для себя еще рассматриваете. Интересно ваше мнение по этому поводу. Рассматриваете ли вы для себя еще какие-то дополнительные сферы или возможно уже что-то используете. Олег пишет антиквариат. к сожалению не сталкивается с этим видом инвестиций плотно. Возможно у меня также Олег появится к вам вопрос в этом отношении, но обменяемся мнением. Евгений недвижимости, Дмитрий нумизматика. Как у остальных. В принципе почему курс называется персональной инвестиции? Почему инвестиции? Потому что на мой взгляд инвестиции это как уже образ мышления, который должен сформироваться. Можно либо начать сразу делать что-то неправильное и тогда неважно чем заниматься результат будет не самый приятный не самый ожидаемый но если проходить все те же самые шаги неважно это валютный рынок антиквариат нумизматика недвижимость тем более у вас для вас уже будет формироваться определенное понимание как нужно посмотреть актив как его правильно оценить какие ожидания заложить когда можно ожидать какую-то доходность и это все влечет за собой определенные выводы хорошо переходим к следующему слайду сейчас я выбрал несколько основных наверное так же проводя данные опросы и слышать те ответы которые были собственно я и сформировал такой набор основных видов что-то сложно назвать инвестициями что-то нельзя было назвать инвестициями до какого-то определенного момента времени но тем не менее поэтому первым первым пунктом на слайде вы видите вынесено вложение средств в банк на самом деле те цифры которые есть они были вынесены сюда наверное больше года назад 10-12% годовых эти данные не взяты по России я знаю у нас сегодня много участников из Украины из стран Прибалтики здесь несколько ситуаций другая но разберем на одном примере я думаю этого будет достаточно и применимо если мы говорим о вложении средств в банк то есть давайте сейчас так поступим кто недавно к примеру выбирал подбирал для себя вклады к примеру в России какие банки предлагают напишите какой был ли у кого-то такой опыт и кто-то мониторил это недавно какие проценты сейчас российские банки предоставляют если вы делали это в другой стране то напишите страна и те проценты которые есть я думаю нам это позволит составить общую картину для всех участников не только по России Евгений пишет в Казахстане 14% России 8,5 на 9 несколько уменьшились максим 8,25 ВТБ какой здесь самый основной момент Украина 10,12 а теперь напишите пожалуйста какой процент инфляции находится сейчас в вашей стране в Казахстане в России в Украине какой процент инфляции причем важно понимать что есть инфляция та которую нам показывают в отчетах которые говорят которые афишируют на официальные цифры и есть инфляция реальная поэтому например Евгений оценивали вы инфляцию непосредственно в Казахстане как вы считаете какой сейчас уровень инфляции в Казахстане официально восемь с половиной реально 20-25 спасибо коллеги что отсюда стоит вынести при вложении средств в банк в лучшем случае вы не потеряете средств то есть заработать всегда будет довольно таки сложно тем более к примеру во многих европейских странах вклады под точнее средства под вклады принимаются даже под отрицательный процент но это уже несколько другая история сейчас мы не об этом то есть назвать вложение в банк средств как инвестиции очень проблематично цифры могут быть хорошие 10-12 процентов годовых в зависимости от суммы мы можем получать довольно таки хороший доход но реально за этот промежуток времени наша стоимость нашего актива уменьшится по крайней мере на эту же стоимость то есть мы сможем купить гораздо меньше примерно на эту же цифру и важно об этом помнить поэтому вложение в банк мы можем рассматривать как сохранение до сохранения актива но не как его приумножение вложение в золото последние несколько лет стали популярны открытия к примеру банковских счетов в золоте или в других драгоценных металлов привязывая это то что к тому что рост курса опять же золото или палладия или серебра в перспективе всегда будет расти но давайте сейчас откроем буквально на одну минуту перейдем в метатрейдер посмотрим график золота и я поясню то о чем я сейчас рассказываю сейчас поставьте пожалуйста плюс у вас перед вами должен появиться метатрейдер график золота месячный таймфрейм поставьте пожалуйста плюс отлично как инструмент на мой взгляд он очень интересен открытие банковского счета валюте золота или открытие торговых счетов ранее в адмирал маркес они также были доступны открытие счетов в золоте что позволяет получить дополнительную выгоду от вложения средств одно важно понимать что опять же те знания которых я вам сейчас расскажу возможно в какой-то момент я уверен что в какой-то момент помогут вам принять правильное решение по данному активу по данному вложению фактически если мы сейчас смотрим месячный таймфрейм и график у нас идет с 2000 года максимум у нас был достигнут в 2011 году по цене 1922 доллара за тройскую унцию понимались примерно с 278 пока предыдущую историю не берем но я думаю этого пока сейчас достаточно для того примера который был фактически на всем этом протяжении я думаю что вплоть даже до весны 2013 года это было интересно то есть вкладывать средства в данный актив либо покупая золото либо открывая счета в золоте используя данный актив для вложений но когда мы увидели что инвестиция пошла на понижение здесь важно понимать о том что фактически чем цена ниже безусловно интересно войти в данный инструмент мы видим что цена ниже мы можем входить до тех пор пока у нас есть для этого средства но тем не менее на мой взгляд вот тот промежуток времени который у нас цена падает мы к примеру уже первые признаки восстановления они пошли в шестнадцатом году то есть фактически три года данный актив данная инвестиция она была не столь привлекательна и в этот момент не покупая просто на падающем рынке а возможно рассматривая какие-то дополнительные инструменты либо ожидая наиболее интересной цены уже можно было не ждать пока золото вернется потому что войдя по золоту по цене 1544 и когда золото падает три года примерно еще три года потребуется в лучшем случае чтобы цена туда же восстановилась а это уже шесть лет и не факт что это произойдет за эти шесть то есть фактически вы замораживаете ваш капитал на эти шесть лет если ваша цель ваша инвестиция предполагает расчетом на 10 на 20 на 30 лет это одно но тем не менее на мой взгляд можно находить все-таки те ситуации которые будут гораздо более эффективны в данном случае и то что мы рассматривали к примеру в начале как раз шестнадцатого года уже чуть больше года назад а вот те ситуации когда начало восстанавливаться фактически мы разберем те принципы по которым мы это отслеживали уже давало предпосылки на вход по данному инструменту тогда это становилось более интересно и эти моменты которых опять же можно будет отследить рынок долгосрочный среднесрочный перспектив все все это мы будем разбирать в ходе наших занятий сейчас я возвращаюсь еще раз к презентации по презентации у нас не так много осталось но мы сейчас разбираем чтобы у нас сложилась общая картина наших действий следующий вложение в золото резюмируя то что мы сейчас говорили это неважно сейчас мы взяли как какой-то эталон способ вложения в различии драгоценные металлы имеет смысл всегда оценивать рынок где он сейчас находится в падении или в росте то есть входить в рынок когда он выходит из падения всегда наиболее интересно и вот опять же этот принцип позволит вам использовать данные знания в любом в любой сфере неважно для того чтобы находить инвестиционную выгоду недвижимость по недвижимости мы все прекрасно понимаем что во-первых довольно-таки большая порог входа в нее включен и опять же здесь важно оценивать ситуацию на рынке в целом потому что покупать на падающем рынке когда рынок выходит когда спрос начинает восстанавливаться к примеру когда несколько лет назад особенно сейчас я говорю по некоторым регионам России буквально два года назад был очень сильный спад причем наверное в большинстве регионов если мы не берем центральные Москва Санкт-Петербург Новосибирск Самарская область и то по крайней мере то что я слышал то что удавалось проанализировать рынок он просто находился в падении даже сейчас на текущий момент во многих регионах рынок он падает но когда ситуация начнет восстанавливаться когда все же наш центральный банк продолжит снижать ключевую ставку проценты по ипотекам будут снижаться тогда соответственно рынок в первую очередь начнет восстанавливаться рынок недвижимости тогда опять же в свою очередь входить в него будет гораздо интереснее ну и важно понимать что отдача от доходности то есть доходность в принципе по рынку недвижимости она колеблется от 2-3% в месяц то есть чуть выше чем банковские вклады опять же зависит от того как вы эту недвижимость приобретаете то есть если за живые деньги то это одно если рассматриваются какие-то дополнительные способы привлечения средств то уже здесь каждый результат нужно оценивать отдельно ну и к тому же ликвидность здесь остается под большим вопросом потому что войдя в какой-то актив недвижимости один раз важно всегда помнить о его ликвидности то есть к примеру если мы говорим о валютном рынке то он практически обладает 100% ликвидностью вы всегда можете найти покупателя на ваш объем валюты либо если говорить о фондовом рынке на ваш объем акций практически в любой момент вы это можете сделать для того чтобы реализовать какую-то недвижимость порой может потребоваться несколько лет для этого тем более если вы хотите реализовать по той цене которую вы установили да которая сейчас средняя по рынку продать дешевле рынка никаких проблем нет но я думаю что ни для кого это не представляет большого интереса ну и четвертая составляющая это финансовые рынки все что входит в это понимание это во первых такие составляющие как фондовый рынок товарно-сырьевой рынок валютный рынок и все так скажем способы вложения начиная от самостоятельного управления до вашим торговым счетом до вложения в различные инвестиционные фонды в различные инвестиционные компании в различные инвестиционные счета то здесь уже вариантов будет очень много но принципы оценки рисков они всегда будут одинаковые мы большую степень большую часть времени уделим тому чтобы разобрать именно самостоятельно то есть научиться самостоятельно оценивать актив насколько он привлекательный в данный момент и научиться определять те точки когда он станет уже привлекательным и мы сможем запланировать ту или иную сделку самое важное правило которое о котором всегда важно помнить это как звучит известная поговорка не держать все яйца в одной корзине всегда важно диверсифицировать и здесь я привел достаточно средний такой пример диверсификации когда 40% ваших свободных средств ориентированы на вложение недвижимости 40% на финансовый рынке 20% это резерв средства находятся на банковском счету которые вы можете довольно таки быстро реализовать в том случае если они вам понадобятся всегда у вас должно быть распределение 1 удачно проведенная сделка на весь депозит это не гарантия того что через месяц через полгода может быть через год это одна сделка не обернется большим убытком поэтому лучше распределять всегда данное вложение если мы берем к тому же распределение финансовые рынки то здесь опять же часть может быть отдана под валютный рынок под фондовый рынок под товарно-сырьевый рынок и чем больше вы находите для себя распределение тем меньше ваш депозит ваш капитал он становится все менее уязвим к тем случайным событиям которые будут на рынке появляться в данном случае несколько прорекламируют Насима Талеба если кто-то не читал то рекомендую почитать очень интересные книги рекомендую начать со всем известной книги которая называется Черный лебедь и Антихрупкость на мой взгляд в этой книге и сложена та философия философия трейдера которая на текущий момент имеет наибольшую возможность для существования в долгосрочной перспективе потому что опять же если мы вернемся на 100 лет назад фондовые рынки появились гораздо дольше до этого промежутка времени то на тот момент информация имела гораздо больше значений то есть здесь важно было быть всегда в центре внимания всегда нужно было быть сопричастным к той или иной компании если мы говорим о фондовом рынке сейчас их стало настолько огромное количество что даже изучить финансовые отчеты каждой из них выбрать какой-то определенный актив практически времени будет доходить очень много и на мой взгляд это практически невозможно важно выявить основные критерии которые будут применены к большинству инструментов и уже из этого формировать ваш инвестиционный портфель ту составляющую которая будет действительно эффективна в долгосрочной перспективе и теперь давайте сейчас поговорим о доходности перед вами сейчас слайд и несколько разграничений того как мы будем называть и как я буду называть данное назначение говорить о доходности то есть фактически мы можем разграничить как консервативный трейдер или агрессивный трейдер если мы говорим о консервативной торговле с небольшим риском то риск он примерно доходность составляет порядка 3% годовых в месяц то есть 3% в месяц а если говорить о более агрессивной торговле более агрессивной стратегии то это порядка 10% ну и последний последняя составляющая которая описана она имеет знак бесконечности о том что доходность она не она ограничена только риском всегда это важно понимать что ожидая доходность тысячу процентов нельзя практически нет таких активов которых вы можете рисковать одним процентом и сейчас для того чтобы опять же провести данную аналогию давайте перейдем метатрейдер потому что рисковая составляющая является очень важной в любом деле тем более в инвестиционном сейчас я еще раз запускаю метатрейдер поставьте пожалуйста плюс если он у вас появился поставьте пожалуйста плюс и я сейчас расскажу о том что я сейчас имею ввиду отлично давайте возьмем к примеру пару евро-доллар мы начали отслеживать снижение в каткосрочной перспективе по данной паре начиная с 28 марта почему мы это начали отслеживать я расскажу чуть позже но вот сейчас давайте поговорим о к примеру о потенциале прибыли который в принципе может быть давайте отметим то что сейчас начиная с 29 марта до текущих уровней прошло 5 торговых дней и пара прошла порядка 160 пунктов то есть это основное показатель который сейчас у нас сформирован 160 пунктов давайте это отметим и запишем следующим образом для того чтобы опять же оценить те риски которые могут быть то есть сколько можно в принципе ожидать потенциальной доходности если вы вошли к примеру по паре евро-доллар 29 марта и сегодня сделку закрыли в чем здесь будет как раз основная мысль основной посыл я думаю что все вы знаете что при работе используются определенные контракты если мы говорим о валютах то стандартный контракт в метатрейдере он является одним лотом то есть один лот это 100 тысяч единиц базовой валюты напишите пожалуйста сколько будет стоить один пункт при открытии сделки одним лотом по паре евро-доллар сейчас такая небольшая проверка знаний как в принципе вы находитесь в курсе на самом деле я несколько месяцев назад разговаривал с одним нашим очень давним клиентом компания адмирал маркетс работает с нами уже больше 10 лет и он не знал сколько стоит один пункт то есть он в принципе не обращал на это никогда внимания но тем не менее я ему про это рассказал и он для себя через 10 лет до начала своей работы сделал такое интересное открытие но сейчас я вижу по вашим ответам что вы все это знаете и с данным вопросом уже знакомы отлично 10 пунктов 10 долларов будет стоить один пункт все верно когда вы открываете сделку одним лотом а теперь давайте возьмем такую такую вещь введем сюда еще один параметр это депозит давайте возьмем в принципе среднее значение во-первых чтобы и считать было удобно и для лучшего понимания его отметим возьмем депозит 10 тысяч в данном случае входя в сделку по направлению на продажу у нас также был уровень на уровень нашего стоп-лосс так называемого мы чуть позже еще коснемся об этом по которому мы сделки из этой вышли потому что стоп-лосс должен сработать в том случае когда уже не имеет смысла держать позицию то есть он нужен нам именно для этого а не для того чтобы просто он мог сработать как правильно его устанавливать мы об этом поговорим при открытии позиции одним лотом в данном случае при депозите к примеру 10 тысяч мы могли получить доходность доход 1600 долларов то есть фактически 16% от нашего депозита теперь давайте вернемся на шаг назад и посмотрим потенциал убытка который мог быть в данном случае при обходе по данным параметрам убыток мог составить порядка 50 давайте округлим 60 пунктов доход 160 убыток 60 600 долларов против 1600 долларов прибыли то есть фактически рискуя шестью процентами вы могли получить потенциальную доходность в 1600 долларов то есть это чуть больше чем примерно 2,5 коэффициент 2,5 по текущей доходности и вот в этом случае всегда важно понимать что риск он будет пропорциональен всегда вашей доходности если вы данную же сделку входите объемом одна десятая лота рискуйте не шестью процентов сделка будет совершена по сделке будет получен убыток это будет не 6 процентов это будет шесть десятых процентов то здесь это соотношение важно понимать потому что цена она в любом случае проходит те же самые сто шестьдесят пунктов войдя с депозитом на десять имея депозит примерно десять тысяч долларов а фактически с плечом даже с плечом примерно один пятьсот а вот почему многие трейдеры многие начинающие трейдеры приходя на данный рынок думают что это очень опасно это действительно очень опасно риски здесь могут быть колоссальными сейчас только подумайте о том что ФАКТИЧЕСКИ НА КАЖДУЮ ТЫСЧУ ДОЛЛАРОВ то есть технически можете открыть пять лотов то есть депозитом 10000 долларов вы можете открыть 50 лотов и в этом случае стоимость одного пункта составит 500 долларов то есть цена пройдет 100 пунктов и ваша прибыль будет составлять 50000 долларов и в этом случае за те же самые 5 дней ваша прибыль могла составить 500 процентов за пять дней но сейчас давайте вернемся к рискам если цена уходит в эту же в эту же область до проходит те же самые 50 а пунктов то ваш убыток здесь депозита бы не хватило до того чтобы сработал ступлость все он будет сработал где-то посередине примерно на 25 пунктах от ваших депозит то есть вот сейчас важно понимать и разобраться с тем что действительно потенциал доходности он его сложно вообразить как он может быть но всегда важно помнить о том что ваш депозит и ваши инвестиции всегда будут более цены в долгосрочной перспективе как я уже говорил ранее вложение в одну сделку в какой-то определенный один актив а это не принесет итога очень многие трейдеры начиная свой путь так скажем в трейдинге да на валютном рынке очень часто говорят о том что сейчас я открою небольшой депозит его у всех используется слово разгоню и после этого уже будут торговать соблюдая риски вот в 99 процентов случаев никто не соблюдать дальше риски и как показывает практика так и замечательно ưới вот в мы ну вот Продолжение следует... 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 Важный плюс того, что вы сейчас пришли на финансовый рынок, я не вижу и фактически никогда меня не интересовал вопрос про возраст, потому что всегда этим можно и актуально начинать заниматься, ну, единственное, что это ограничено, по крайней мере, 18 годами, нижняя планка, но чем раньше вы это начали, тем большой плюс на вас, опять же, в долгосрочной перспективе будет. Капитал и он будет сопоставим всегда с вашим риском, даже начиная работать с небольшим депозитом в 1000 долларов, если ваш риск составляет 1%, вы получаете доходность 4-5% годовых, то в долгосрочной перспективе с увеличением вашего капитала через 2 года, через 3 года, через 5 лет, это позволит уже выйти на гораздо более интересную доходность уже непосредственно в деньгах, то есть проценты перенести в интересную доходность в деньгах, чем начиная сразу же и ставить себе цель заработать 100% в месяц. Опять же, в долгосрочной перспективе это скорее негативный эффект для вашего счета, для вашей торговли, поэтому всегда начинать, конечно, гораздо интереснее начинать с депозита, с более крупных депозитов, потому что это будет все сопоставимо с потенциалом доходности, потому что если мы возьмем 10% и депозит примерно 1000 долларов, то это, к примеру, 100 долларов. То есть 100 долларов, я думаю, все сами понимаете, это сумма, которую на какое-то удовлетворение материальное получить довольно-таки сложно. Когда депозит 10 тысяч долларов и уже доходность 1000 долларов, это становится гораздо более интересным. Но не нужно, если нет средств на какой-то большой депозит, не нужно, начиная с небольшого депозита, превышать риски. То есть это не вам не принесет положительного эффекта, ни в долгосрочном результате эффекта тоже никакого не даст. Что касается пункта номер 2, то, что нужно получать степень в области финансов, здесь очень важная составляющая заключается в том, что, безусловно, знания важны, но для того, чтобы сформировать ту систему, с которой вы уже сможете начать, фактически этой недели будет достаточно. Неделя практически занятий, которые у нас проходят, будут проходить каждую неделю последующие, вы сможете их посещать. Это уже даст вам определенное понимание, по крайней мере, с позиции инвестиций в данной сфере. Нет большой необходимости тратить 5-10 лет на обучение в университетах, для того, чтобы начать это применять на практике. Потому что, как правило, везде даются теоретические знания, которые, безусловно, важны, но сейчас существует огромное количество литературы, и если вы заинтересованы в этих знаниях, вы их всегда сможете подчеркнуть. Но здесь 2-3 недели получить основы, без которых, безусловно, нужно знать, этого вполне достаточно. Что касается пункта номер 3 и рисковая составляющая, она, безусловно, присутствует, и я всегда буду об этом напоминать, но риски, они контролируются. Как мы сейчас с вами разобрали, в зависимости от того, каким объемом вы войдете в позицию, это и будет ваш риск. Где вы поставите стоп-лосс, это и будет ваш риск. Важно, чтобы он был всегда контролированным. Что касается пункта номер 4, фактически здесь для того, чтобы вам совершать торговую операцию, необходимо иметь брокерский счет, открытый, к примеру, в компании Admirals Markets, компьютер, интернет, и вы можете управлять вашим активом, вашими инвестициями. И что касается пункта номер 5, на мой взгляд, это наиболее интересно, а ежедневно нужно тратить много времени. Я расскажу вам те способы, которые позволят тратить на анализ рынка, расскажу, как это делаю я, 5-10 минут для того, чтобы посмотреть, что на рынке поменялось или не поменялось, и принять решение по входу в рынок. Потому что многие, кто приходит в данную сферу, все равно рассматривают это как дополнительный источник дохода, и на это и будет акцент. Бессловно, если у вас есть возможность уделять этому больше времени, вы это вполне можете делать. Но, опять же, чтобы сформировать определенное мнение... Ну и сейчас несколько подготовительных моментов к нашему следующему занятию. Сейчас, если у вас остались вопросы, которые хотелось бы задать перед тем, как мы завершим нашу сегодняшнюю встречу, пожалуйста, их напишите. Я думаю, что она прошла довольно-таки быстро, и многие, я думаю, что не успели заметить, как прошел один час, по крайней мере, я точно не успел. Даже уже прошло больше. Если у вас остались те вопросы, которые в рамках сегодняшнего... То, что мы обсуждали только что для вас ускользнуло взглядом, пожалуйста, сейчас напишите. Я расскажу вам, что бы я хотел от вас... Что бы вы сделали, да, к следующему занятию. У нас в Admiromarkets была издана книга, она была издана довольно-таки давно, но, тем не менее, всей актуальности она не потеряла. Книга называется «100% Forex». И для вас, чтобы пока не перегружать темы, во-первых, тем объединенной информацией, которая у нас будет на этой неделе, я попрошу вас, по крайней мере, пройтись по первой главе. Сейчас я вам приложу ссылку для скачивания данной книги. Она будет, в принципе, доступна только сейчас. по ссылке, которую я приложу, и она будет доступна только для участников, фактически, кто присутствует онлайн. Сохраните данную книгу либо себе на жесткий диск, либо скачайте, лучше сразу же скачать, чтобы она у вас была под рукой, и пройдитесь по главе первой, то есть основные понятия о введении финансовой рынке, все базовые основные понятия. Все ваши вопросы, которые у вас будут возникать, вы их найдете, они появятся у вас вновь, прошу присылать мне на адрес электронной почты. Сейчас ее также приложу, рекомендую ее сразу же вам сохранить, чтобы она у вас на все случаи, что называется, жизнь была под рукой, и вы всегда могли со мной связаться. Поэтому прочитайте главу номер один, ваши вопросы, которые появятся, присылайте мне на почту, и мы с вами увидимся уже непосредственно на следующем наше занятие, которое пройдет в среду, также по 17.00. ссылка на почту вам придет дополнительное, напоминание на вебинаре тоже поступит. Итак, коллеги, если пока вопросов нет, я буду их ожидать от вас на почту. Вот Максим задает вопрос, здесь я, если взять, в общем, то я им пользуюсь, но есть некоторые торговые тактики, которые я использую гораздо чаще, когда take profit не минимизирует прибыль. То есть, фактически, если мы поставили take profit, да, это какая-то вершина граница, где у нас сработает наша сделка, то сделка она закроется. Есть, в принципе, несколько способов. Можно take profit ставить частично, но я, как правило, использую тот способ, который позволяет перемещать стоп-лосс, стоп-лосс можно двигать, если это не убыток. То есть, когда вы перемещаете стоп-лосс в прибыль, и рынок продолжает на импульсе расти довольно-таки продолжительный промежуток времени, это позволяет вам максимизировать прибыль. Как правило, я использую такой способ, об этом я расскажу также в пятницу. Отлично. Хорошо, коллеги, я думаю, что у нас наше занятие прошло очень плодотворно. Я рассказал практически все, о чем хотел вас ввести в курс дела на этом занятии. В среду мы поговорим о систематизированном занятии по техническому анализу, разберем все его основные составляющие и поговорим о фундаментальном анализе. В пятницу, также 18.00, риск менеджмент и формирование торговой системы. Все ваши вопросы касательно этих тем присылайте мне, пожалуйста, на почту, для того, чтобы мы, опять же, могли максимально эффективно проводить наши встречи и наши вебинары. Тогда на сегодня будем прощаться, если пока вопросов нет до среды, до 18.00, и в среду уже продолжим знакомиться с финансовыми рынками и формировать инвестиционное мышление в данной сфере. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, всех был рад видеть, всех был рад слышать и увидимся в среду. Всем спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok